Мир вам, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Заоживая плаке мертвых, разбивая молнии» рассказываем о нейролептиках. У нас идет образовательная программа, вы знаете, в этом году. И сегодня у нас очень важный ролик. Пожалуйста, его посмотрите. Вы научитесь сами отличать сильные нейролептики от слабых. И я думаю, что меньше будете задавать нам вопросов. Вы знаете, что мы являемся авторами новой классификации нейролептиков. Она очень простая, не надо вообще ничего запоминать, как действуют препараты. Д-нейролептики, они все D-нейролептики, потому что все действуют на D-дофаминовые нейроны. Надо запомнить, буковка маленькая или большая сильно действует, слабо действует. Стрелочку вверх поднимает активность дофаминовых нейронов, вниз опускает активность дофаминовых нейронов. Ну и есть еще знак приблизительно, да. И буковка маленькая говорят о том, что есть препараты, которые навязывают дофаминовым нейронам сниженную активность. Ну, сегодня мы будем с вами сравнивать по силе воздействия на дофаминовые нейроны сильные антагонисты, слабые или умеренные антагонисты. То есть, D-нейролептики, где D большое, и D-нейролептики, где D маленькое, со стрелочкой вниз. Итак, как эти препараты отличаются? Ну, на самом деле, отличаются довольно сильно, отличаются фармакологически по своим свойствам. Вот сильные, высокопатентные, их еще называют антагонисты этих самых рецепторов, не надо это все запоминать, они просто присоединяются к рецепторам, которые должны воспринимать дофамин вот на этом втором нейроне. Дофамину некуда деваться, он не может подействовать, не может выполнить свою функцию, и активность дофаминовых нейронов, как вы видите, снижается. Это, на самом деле, очень и очень удобно при лечении так называемых гипердофаминовых симптомов, каковыми являются бред и галлюцинации, которые по какой-то причине почему-то называются позитивными. Чего там позитивного в бреде, в галлюцинации или вообще в психозе? А вот слабые или низкопатентные препараты, чаще всего они либо не могут захватить все рецепторы, не могут закрыть просто все рецепты, либо они слабо прикрепляются к этим рецепторам и быстро уходят из связи. Поэтому определенный уровень дофаминовой активности при использовании этих препаратов все равно сохраняется, и это не очень удобно при лечении гипердофаминовых или психотических симптомов. Почему это не очень удобно? Нам надо погасить психоз как можно быстро. И не только потому, что при психозе человек опасен для себя, опасен для окружающих. Ну, дело в том, что при гипердофаминовых симптомах шизофрении просто могут погибнуть дофаминовые нейроны. Гибель дофаминовых нейронов, как вы понимаете, погибший нейрон ничем не возместить. Поэтому чем быстрее мы сможем полечить такого человека, убрать у него вот эти симптомы психоза, тем лучше будет восстановление, тем больше больных мы вернем к жизни, тем больше мы больных ресоциализируем. Так что здесь есть прямая такая зависимость. Ставите слабый препарат, вы рискуете головным мозгом, вы рискуете не только сохранностью жизни человека, но и своей тоже, потому что если кто-то работал в остром отделении, то он знает, что больные дерутся и могут ударить врача, и, соответственно, возникают различные травмы, и в том числе и врачей убивают, что тут говорить. Поэтому на самом деле это имеет большое, еще раз говорю, значение использование мощных, или там, я не знаю, сильных, или высокопатентных препаратов в данном условии. Но вот как отличить один препарат от другой? Вот как провести эту грань? Конечно, эту грань провести легко, если вы, например, если у вас есть возможность позвонить нашему отечественному Штефану Сталю Сергею Николаевичу Масалову. Он самый известный, пожалуй, у нас специалист по психофармакологии, и, конечно, вы у него получите полноценную консультацию. Я сам, например, был свидетелем тому, как главный борец завиал текущую шизофрению в мире, Академик Смолевич лично позвонил профессору Масалову и спросил, является ли я гранил атипичным антипсихотиком. Вот лично присутствовал при этом разговоре. То есть, если у вас есть такая возможность, еще раз говорю, позвонить Сергею Николаевичу Масалову, сделайте, пожалуйста, это. Позвоните Сергею Николаевичу Масалову, он вам скажет. А вот если у вас нет такой возможности, а я думаю, что у подавляющего числа наших зрителей такой возможности, к сожалению, нет. Что тогда делать? А вот тогда надо взять статьи Сергея Николаевича Масалова, которые есть в открытом доступе, и посмотреть, там вот есть так называемые таблицы эквивалентов препаратов, причем этих эквивалентов очень много. Что это такое? Это фактически анализ большого количества мнений врачей. Вот они сопоставляют эквивалентные дозы. Ну, то есть, например, клозапин в 70 раз слабее галлоперидола. Это означает, что 1 мг галлоперидола соответствует примерно 70, эквивалентно 75 мг клозапина. Ясно, какой из этих препаратов является высокопатентным сильным, а какой низкопатентным слабым. Но вот здесь возникает тогда вопрос, а вот где проводить эту самую границу? Ну, вот, например, еще раз говорю, вот этих самых эквивалентных суточных доз, их очень-очень много разных таблиц, каждый автор может составить свою. Причем есть так называемые хлорпромазиновые, галлоперидоловые эквиваленты, там чего только нет, аланзапиновые эквиваленты. То есть, пересчитывают, сопоставляют с галлоперидолом, сопоставляют с аминозином, сопоставляют с аланзапином, неважно. Вот как резать? Вот где высокопатентный, а где низкопатентный? Я предлагаю вот очень такой простой подход. Высокопатентный там, где эквивалентные дозы равно или меньше 10. А там, где миллиграмм имеется в виду в сутки, а там, где такая доза не действует, а нужно больше, это уже препараты низкопатентные или умеренно там, неважно, как бы вы там это самое не изгалялись в пользу фармацевтических компаний, или фармацевтических компаний как бы не изгалялись, вот там это препараты слабые. Пожалуйста, вы можете, конечно, делить по каким-то собственным условиям, исходя из собственных подходов, но я думаю, что этот подход, он является очень и очень неплохим. В обосновании своего подхода я могу сослаться на исследование, которое недавно было напечатано в Ланцете, это метаанализ, то есть это обобщающий опыт использования в мире 32 антипсихологических, точнее, не опыт в мире, а опыта рандомизированных, контролируемых исследований, которые проводились во всем мире, и, соответственно, вот их можно вместе собрать в пределах одной таблицы, пересчитать при помощи специальных показателей и выяснить не только, какие препараты лучше, но и выяснить тоже, какие группы препаратов лучше. Вот я, например, отнес к так называемым высокопатентным препаратам респиридон, аланзапин, полипиридон, галлопиридол и флюпентексол. Обратите, пожалуйста, внимание, что все эти препараты, они оказались в верхней части таблицы, ну, может быть, за исключением там флюпентексола. А вот респиридон, аланзапин, полипиридон, галлопиридол, они все располагаются, видите, вверху, это вот верхние 4 линии. Это говорит о том, что на самом деле вот это разделение по эквалентной суточной дозе 10 миллиграммов, оно, очевидно, вполне полипно. Как бы то ни было, мы не против, если кто-то предложит другой способ разделения высокопатентных и низкопатентных препаратов, но для практического использования, я думаю, следует иметь и такой подход. Ну, и есть еще более интересный подход, о котором мы, конечно же, расскажем. Этот подход чисто опытный. То есть к врачу получает он, врач, какой-то препарат, начинает этот препарат колоть больным с психозом и сам просто ориентируется, помогает препарат или не помогает препарат, и дальше в голове у него возникает такое разделение, такое простое, на 2 группы препаратов. То есть действует, значит сильный, не действует, значит слабый. Как всегда, в конце нашей мини-лекции я вас очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Почему это важно? Подписываться на наш канал, писать комменты, ставить нам лайки. Да по одной простой причине. Если вы это сделаете, то тогда нас будут чаще показывать на Ютюбе. Тогда больше людей узнает о том, как отделять сильные препараты от слабых препаратов. А ведь это очень на самом деле важно. Вот вы всегда хотите, вы всегда разочарованы в том, зрители я имею в виду, как вас лечат. Хорошие препараты или нехорошие, так вы сами можете узнать. Хорошие препараты, подходящие препараты. Нужные препараты или ненужные препараты, просмотрев наши ролики. И чем больше людей об этом узнает, тем будет лучше. Врачам самим от этого будет только польза. Поверьте мне, у многих врачей в голове такая таблица уже есть. Я еще раз говорю, вовсе, сейчас обращаюсь к врачам, вовсе не настаиваю на том, что моя таблица самая лучшая. Может быть, ваша даже лучше таблица. Но какие критерии, вот когда врач начинает, например, разговаривать с пациентом, ему нужно объяснить, почему он выбирает тот или иной препарат, конечно же, если у него есть время. Он сможет это объяснить, используя вот эту нашу систему доказательств. Так что, еще раз говорю, от этого просмотра будут выигрывать все. Чаще смотрите наш канал. Становите спонсором нашего канала. Нам всегда нужны деньги на независимую экспертизу препаратов. Прошу вас, пожалуйста, хотите разблагодарить нас за этот ролик. В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч.